ну вот мы говорили в прошлой нашей передаче с домером мы говорили о вестийском календаре но вот продолжение этой темы там вот этот тот самый цикл и допустим совсем другие животные я полагаю мы не еще будем встречаться с домером но там был вопрос да помните я его озвучивал поскольку объяснение почему именно такой конкретный цикл вот в вестийском календаре и вот так сказать ну это павел глоба правильно который вот поэтому календарю как бы все рассчитывает или но не обязательно но тем не менее это его как бы так скажем такой подход вот можно я не знаю можно ли сказать какой главнее наверное нет такого понятия какой главнее но тем не менее скажем кто-то живет по солнечному календарю а вот скажем на востоке во внимание берется основной скажем вот из трех показателей то есть солнца луна и вот сходящий знак считается луна как в этом плане вот эти календари соответствуют вот какое имеет значение луна в этих календарях и принимается ли она вообще во внимание есть мое мнение есть наверное мнение каких-то других астрологов сама по себе наука астрология и все календарь и они изначально были предназначены для того чтобы предсказывать события планетарного масштаба какие-то катастрофы какие-то там серьезные изменения в государствах луна в общем то то с такой женской энергетикой и с таким быстрым движением не может гарантировать точный прогноз также и лунные циклы все что связано с луной точный прогноз по этим событиям не даст поэтому но можно конечно на на лунный цикл опираться но луна это слишком мало и еще если мы берем такие вот серьезные цифры 7 тысяч лет и там когда была древняя цивилизация там допустим полмиллиона лет назад кто-то там где-то жил луна находилась в другом в другом положении была намного ближе к земле более долгосрочный календарь более стабильно это конечно солнечный понятно ну здесь имеется ввиду в общем то другой наверное подход поскольку луна не рассматривается как скажем либо искусственный спутник земли либо планета а луна рассматривается как ум совесть и честь помните как было когда-то то есть если человек это земля то луна это вот как он мыслит вот это здесь вот это имеется ввиду то есть здесь больше подходит знаете какой три единого человека как три единой сущности тело ум скажем так и дух или душа поэтому вот на востоке ведической системе рассматривается именно луне уделяется больше внимания поскольку тело это тело это мы воплотились в этом теле ну еще раз абсолютно другой подход другая система и были времена когда религия вместе шла рука об руку с наукой сегодня астрология понятно наука но к сожалению во многом она делилась от религии которая рассматривает человека как не просто тело только в этом причина ну это точка зрения да это точка зрения луну все по-разному воспринимает безусловно безусловно на это лона поэтому тем более душа вместилище разве что вместилище души вот 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 сейчас мы как раз и находимся там поэтому если если сравнивать скажем так ну условно еще раз сто процентов вот это луна солнце и восходящий знак то 40 процентов примерно уделяется внимание на востоке луне 30 процентов солнцу и восходящему знаку в момент рождения и когда человека спрашивают под каким скажем ты где родился это имеется ввиду не солнечный календарь там я скажем там родился я дева например да в августе но если я скажу что я дева там никто не поймет то есть я не дева в принципе восточный астролог физический астролог он скажет ты что-то ерунду какую-то говоришь то есть у него подход другой ну хорошо мы несколько отвлеклись поскольку программа сейчас вы сейчас рассказываете о календарях давайте мы продолжим какие еще есть календарь если они уже еще есть но в китае же совершенно другой календарь вот давайте мы к китаю перейдем но вот получается что восточный календарь китайский уже говорили что он основан на лунном цикле или это исчисление ведется там тоже от каких-то событий связанных именно с учением и сейчас в принципе тоже но в древности математике очень много уделялось внимание в китае тоже очень очень много на языке цифр они говорили и поэтому такую цифру как 5000 какой-то год летоисчисления они тут же сохранили но скажем так именно в ведическом отношении я мало мало знаю о ведической астрологии на самом деле мне ближе то что можно пересчитать посмотреть все вот вот как у нас и чтобы циклы соответствовали чтобы с математикой укладывалось как там нет мне тут ближе и мне тут комфортнее ну и отношение такое к индии немного как они шарлатаны и к китайцам тоже поэтому я пристрастно тут в своем отношении и может мне что-то не нравится но в этом есть смысл такое возможно но животные скажем так которые у них фигурируют имеют возможно скажем так если у них год петуха да возможно 5000 лет назад в китае петухи и куры жили а в славяне славяне одомашнили кур гораздо позже и петухи у нас и куры появились гораздо позже поэтому как-то сравнивать животные в славянском мире и животные там не могу может быть их у них петух по-другому воспринимался 5000 лет назад а у нас 5000 лет назад еще не разводили и не знали что есть такие птицы они пришли к нас юга а вот животные там какие-то разные животные там постоянно и в персидском календаре китайском календаре животные у нас как бы животных то нету в наших календарях правильно у нас есть но это не те животные а вот корова там есть или нет вот китайском да да будет есть бык есть ну бык есть хорошо я почему говорю про корову корова и бык но они ведические животные и они занимают они священные животные так вот как трактуется я хотел спросить вот это животное скажем в определенном календаре ну наверное это ближе этому домером наверное мы можем спросить да да но если спросить у любого славянина корова будет именно как кормилица и как продолжительница рода близкая именно к лун вот к луне животное с молоком чтобы кормить чтобы помогать продолжать род скорее всего и год именно если бы у нас был год коровы то был бы конечно урожайным то есть вот что-то хорошее и позитивное именно от коровы было бы и для нас тут мы с индуистской всякими религии из китайской философии мы тут где-то пересекаться будем да наверное поэтому вообще-то говоря молоко дает разум очищая тонкие ткани головного мозга опять же в связи с физической системой и аюрведой но наверное поэтому сегодня идет как то вот целенаправленно война на о том что молоко вредно о том что его пить нельзя и так далее то есть кому надо чтобы люди были разумными и мыслили так как надо мыслить поэтому наверное вот это сейчас пропаганда идет и на всех даже телевидение каналах я в общем-то как-то немножко иногда смотрю пропагандирует про киши молоко про киши про киши очень рекламирует я могу сказать что я сама не пью ни кефир не творог только только свежее молоко а киши продукт есть про киши продукт для меня хотя я что большинство радиослушателей вообще со мной не согласятся скажет о это уже доказано это полезно но для меня это все равно пункт продукт про киши почему я должна его есть ясно хорошо ну давайте мы вернемся все-таки к календарям если есть вам что-то еще сказать по этому поводу ну вообще очень интересные мы темы затронули и я думаю что будет передача когда мы поговорим не только о здоровье молоке но и о продолжительности жизни и даже о бессмертии это тема можно сказать будет продолжение того что у нас год приближается год кощея бессмертного приближается вы имеете ввиду когда наступит день весеннего равноденствия да 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 именно тогда с чем связано бессмертие и если у нас какой-то повод заглянуть в прошлое кощея кто он такой где о нем первые сведения были вот вот и может быть он научит нас бессмертию вот об этом я думаю будет очень интересная передача каждый сам решит пить молоко не пить молоко может еще что-то пить или есть ясно ну давайте мы тогда объявим возможно хотя мы уже упоминали о том что есть такое мнение и предложение создать внутри допустим вот структуры сангейт создать вот какой-то такой астрологический скажем целенаправленный канал не просто где-то там раз в неделю мы ведем передачи с андреем бухариным там василина мецкевич с кем-то еще анна ласточкина и кстати ведический астролог вот мне кажется было бы интересно сделать такой типа круглый стол как вы к этому относитесь где я была да отлично то есть нету никаких во первых и не должно быть никакого антагонизма какого-то соперничества и противопоставления одной науки другой науки есть просто разные подходы к этому как рассматривает наука скажем восточная астрология какой-то вопрос как рассматривает наука западная астрология какой-то вопрос ну опять же школ много и школа есть авистийская школа есть и да кстати внутри в восточной астрологии, там, по меньшей мере, там, 4-6 школ, ну, таких главных. Поэтому было бы, мне кажется, это было бы интересно. Дорогие друзья, обращаюсь опять же к вам, наши дорогие радиослушатели, все программы записываются, включая эту. Эта программа будет тоже на YouTube, и где вы можете задать свои вопросы, оставить свои замечания, комментарии и так далее. И предложения, потому что, ну, наверняка есть еще люди, есть еще, у меня есть очень много как ведических астрологов, так и современных астрологов, причем очень-очень известные. Я очень хорошо знаком с Рами Блэктом, которого, наверное, знают очень многие люди, которые имеют титул пандита, между прочим, в западной системе, а это достаточно серьезно, русскоязычный. Ну, не знаю, вот с ним у меня есть договоренность в мае месяце, по-моему, провести программу, поскольку он очень занят. Но было бы неплохо это приурочить и поговорить вот за круглым столом. Где, кстати, дорогие друзья, вы могли бы тоже принять участие? Василина, скажите, вот такой вопрос. Все ли можно говорить в открытом эфире? Или есть какие-то вещи, о которых, ну, не стоило бы говорить, поскольку, опять же, у каждого астролога есть свои какие-то профессиональные наработки, свои какие-то секреты. Как вы относитесь к тому, чтобы, вот, я могу задавать вопросы какие-то, ну, во-первых, я немножко в теме, да, будем считать, я могу задавать вопрос, а вам не хотелось бы на него отвечать, поскольку это затрагивает вашу профессиональную деятельность. И мы же понимаем, не все, мы все любим получать, будем так говорить, но не все хотят отдавать, то есть получать мы любим. А как насчет отдавания? Как вы думаете, должны быть программы открытые для всех полностью? Или должны быть программы какие-то, ну, закрытые или полностью? закрытые? Ну, возможно, есть доля истины в том, что они должны быть закрытыми. Я просто так на ходу соображаю. Ну, вообще-то, когда программа закрытая, в нее нужно стучаться, стучаться будет человек, у которого есть большое желание эти знания найти, эти знания постичь. Может быть, программы закрытые и стоит делать, чтобы люди стучались в эту дверь за знаниями, чтобы знания не были случайными, чтобы знания не переворачивались с ног на голову. ведь если какие-то знания астролог передает, то, скорее всего, он хотел бы передавать это людям, которые заинтересованы, которые способны, которые нашли в себе силы постучаться в эту дверь. Может быть, закрытые какие-то передачи стоит делать? Ну, тут именно для астрологов, наверное. Ну, я бы так не сказал, вы знаете, есть много людей, которые готовы действительно участвовать в таких программах. Вы же понимаете, если человек, очень много поступает, скажем так, вопросов, а вот у меня вот такая-то ситуация, ответьте мне. Ну, чтобы ответить на вот какую-то персональную, специфическую ситуацию, ведь надо проанализировать очень много вещей, надо проанализировать не просто дату и время рождения, и место рождения, надо рассмотреть полностью, более того, еще сделать ректификацию. Просто так, так сказать, с бухты-барахты это все не работает. Поэтому, если, дорогие друзья, вы задаете такие вопросы, вы должны понимать о том, что, во-первых, на это надо очень серьезное время для того, чтобы сделать такой анализ. Это первое. Второе. Опять же, программы, мы же все оперируем программами, которые в компьютере находятся, мы же, и там уже заложена возможность ошибки. То есть, человек, профессиональный астролог, к примеру, это проверяет с очень разных точек зрения. Но вот, если бы сделать такие программы, скажем, закрытые или полузакрытые, ну, наверное, там можно было бы обратить внимание и конкретно вот такие вопросы. то есть, люди могли бы туда зайти и задать свой вопрос какой-то, ну, может быть, не такой, не серьезный, который требует анализа многочасового, а какой-то вот такой простой вопрос. Как вы считаете, можно было бы это? Ну, если будет поступать вопрос. Ну, вопросы это отдельно, знания это отдельно, с этим надо разбираться, работать и думать. Как будет лучше и для тех, кто жаждет знаний, кто готов получать. Ну, а в общем-то, я думаю, что вот как-то на ходу, в прямом эфире редкий астролог будет, захочет отвечать на вопросы. Ну, я думаю, что это не серьезно, это не серьезный подход. Знания, да, что-то разъяснить, что-то рассказать, ну, а вот чтобы прям там в прямом эфире делать какие-то анализы, это не серьезно. Хорошо, ну, давайте мы с чего-то начнем. Мы попытаемся, ну, я, так сказать, буду общаться с разными профессионалами, с разными астрологами, предлагать, вот, скажем так, у нас уже, в общем-то, есть договор с Андреем Бухариным о том, что следующую нашу программу, если вы помните, Василина, мы проводим, знаете, когда, помните, когда, нет, не помните? Напомните, напомните мне, напомните там, радиослушателям. Завтра, видите, как. В какое время. Вот, видите, ну, дорогие друзья, вы же понимаете, астрологи, они высоко, мы сейчас говорим о времени, земном времени, понимаете, тем более, разница у нас там уже девять часов. А астрологи, они высоко, они парят, они летают, они могут не помнить, поэтому, конечно, придется напомнить. Завтра, в семь часов вечера по московскому времени, в Чикаго, это десять с утра. Вот мы так договаривались. Я не уверен, помнит ли это Андрей Бухарин, но вот вам-то я напомнил. Еще пару раз придется напомнить. Еще пару раз придется напомнить. Мы попробуем дать ссылку на участие в этой передаче. Если не получится, значит, мы ее сделаем в записи, а потом выставим в эфир. Но, мне кажется, это будет интересно, и это будет начало, поскольку я предложил Андрею Бухарину, он говорит, с кем? С Василиной? Сейчас я проверю. Сейчас я проверю Синастрию. Вот. Он проверял. Он проверял Синастрию и сказал, с Василиной буду. Ну, хорошо. Значит, буду. Да. Теперь вам надо проверить Синастрию вас с Бухариным. Мне достаточно знать, какой у меня соляр. Я знаю, какой у меня соляр. Я с кем угодно проверю. Все в порядке, да? Все в порядке в этом порядке. Все. Готовьтесь, вы, уважаемая Василина Мецкевич, готовьтесь вы, дорогие друзья, поскольку это будет достаточно интересно, необычно. Мы попробуем это, вообще-то говоря, заснять снаружи, а не изнутри. Вот где на ваших экранах Василина Мецкевич, а я там где-то сбоку, и вы меня не видите. Ну, завтра мы постараемся сделать, чтобы было вот так сказать, сайт-бай-сайт. Вот два астролога будут рядышком находиться, и вы можете задавать им свои вопросы. Ну, получится в прямом эфире, не получится, значит, после эфира. Ну, на этом, наверное, мы заканчиваем, да, эту программу. Ну, я могу еще добавить. Добавьте. Словами Амара Хаяма в тему нашей темы сегодняшней. и пожелать всем телезрителям, чтобы вот именно так вот думали о том, что я скажу, что слова Амара Хаяма. Живи сегодня. Вчера и завтра не так важны в земном календаре. Вот как здорово. Это вы мне пришлите, и мы поместим как эпиграф нашей программы. Ну, я знаю, вообще-то говоря, на всякий случай. Пускай будет уже от вас, поскольку вы как раз говорили о Бамар Хаяме и его летоисчислении, правильно? Его календаре. Хорошо. Дорогие друзья, большое вам спасибо, что вы смотрите наши передачи, о том, что вы оставляете ваши замечания, предложения, комментарии, и большое спасибо уважаемой Василии Немецкевич, профессиональному астрологу, руководителю проекта основания. Ну, и мы встретимся уже совсем скоро. Опять на волнах станции. Всего доброго, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова